Девочки, доброе утро. Проснулась, сижу, пью кофе. Время полпятого доходит, в четыре встала. Ненормально? Двери прикрою. Двери прикрою. Девочки, вчера после моего видео такие там дискуссии, баталии начались. Кто-то недослышал, кто-то плохо понял, кто-то услышал слово смерть от женщины, которая по дате рождения мне высказалась. Она сказала, умрет все то в этом году, что меня тянет назад, понимаете? Не кто-то, а что-то. Про потерю близких она сказала, понимаете, это у меня родственница умерла. А потом только я спрашивала, она же не знала ничего, что у меня кто-то умер или что. Родственница умерла у меня раньше, чем она сказала про потерю близких. Во-первых. Во-вторых, она не говорила, что я умру. Надо было слушать внимательно. Там одна женщина пишет, как ты в этом году умрешь, на следующий год у тебя хороший год. Короче, в следующий раз слушайте нормально. Нормально. И я вот ради интереса у нее заказала консультацию. И я не спрашивала, мне нарисуй дату смерти, когда я умру. Скажи, нахрена мне это знать? Сами-то подумайте. Она вот мне выслала расклад. Как землячки. Ваш грабитель богатства на 23-й год. Есть только в кавычках грабитель богатства. У каждого из нас есть так называемая энергия грабителя богатства. Она активна каждые 10 дней. Энергия называется грабитель богатства, потому что она решила забрать деньги. Ей не важно, сама ты потратишь или случится что-то, что вынудит тебя открыть кошелек и выложить хорошую сумму. Грабитель заинтересован, чтобы у вас были деньги. Чем регулярнее и правильно его кормить, тем также регулярно начнут расти доходы. Что в этом плохого, девочки? Это нужно знать и не пропускать свои индивидуальные даты. В этот день важно тратить деньги на себя. И вот она мне эти даты на весь год распечатала. Просчитала она меня. Что здесь плохого? Ничего плохого не вижу. Знаете, если бы я себя программировала, когда-то мы тоже увлекались молодостью этим всем. И мне бы сейчас сказали, что я умру в 27 лет от автокатастрофы. Ну, девочки, ну о чем вы? Это же зависит от человека. От человека зависит, какой он сильный духом или нет. Но я вас умоляю. У меня бабка в свое время на картах гадала. Очереди у нее стояли. Я уже рассказывала. Одна лечила, другая гадала. Потом пришло такое время, у нее умерла соседка. Соседка пришла к ней во сне и сказала, больше этого не делать. И она больше никогда этого не делала. Потом только отказалась от этого, не гадала больше. Потом только, когда я уже уезжала в Германию, и были непонятки с Сережей, приедет он или не приедет, выпустит, не выпустит, Лилета Поля. Она один раз, и то она меня послала до своей родственницы, та тоже гадала, а был какой-то то ли воскресенье, то ли праздник. Гадать нельзя. Я купила карты, и она просто с колода вытянула одну карту, посмотрела, говорит, Алена не переживай, приедет. И сразу в печку их выкинула. Поэтому я знаю, что гадать, будущее знать нельзя. Что это грех. Это совсем другое. Понимаете? Это вот, я ее попросила, чтобы она по цифрам посмотрела насчет здоровья. Потому что сейчас здоровье, они, вот, не очень-то у нас. То у Николь, то у меня, то у Сережи. На что обратить внимание, понимаете? Вот это. Ну, скажет про силу характера. Вот это, вот такое. Что здесь плохого, девочки? Я понимаю, что есть прям суеверные, во все, во все верят. Это не тот. Мне не надо тот, когда, кто, где, что помрет. Мне не надо. Кто-то вот написал, девчонки верят. Потому что я сталкивалась с этим. То ли это совпадение, то ли как. Но оно сбывается. Во всяком случае, насчет, короче, я смотрю одного человека из Питера очень давно. Очень давно. Бывший летчик. Может, бывших не бывает, не знаю. Он летчик, и он занимается, правда, там гипнозом. И вот как-то я попала на предсказание на 21 год. Я Сереже еще говорю. Вот давай посмотрим, столько же предсказателей есть. Давай вот посмотрим его предсказания на 21 год. И этот год проживем, и можно судить, верить можно ему или нет. Девочки, все, что он сказал, падение самолетов, когда, летом, не летом, все это оказалось правдой. Значит, есть смысл верить этому человеку. Он на год вперед все сказал. Поэтому я такая, я вот верю, когда мне выгодно. Я вот такой человек, если я убедилась по факту, что это так, значит, я начинаю там прислушиваться. То есть, если же нет, я такая, ищу везде свою выгоду. Ну, кто давно меня смотрит, он, наверное, уже понимает это. Поэтому она вот выслала мне вчера вот на эти деньги. Там еще она чего-то делает. Выслала она мне это бесплатно. Она делает мне как землячки. Так-то она берет деньги за это. Потом сказала еще чего-то вышлет, сделает. Я уже и забыла даже. Вот представляете мне предсказания. Особенно какие-то плохие. Тут же я и забыла. Что-то она говорила еще мне сделает. Так. Ну, еще лично для вас рассчитаю грабителя богатства. Чисто как землячки. Так. Еще что-то. Короче, не важно. Не важно. Что вышлет, то вышлет. Понимаете? Там вот, да, надо в это, надо в это. Надо то, не дело этого, Алена. Я понимаю, есть такие люди. Есть такие люди, которые вот им скажешь, они этим живут прям и ждут прям. Уже боятся и ждут. Так не надо, я тоже осуждаю таких людей. Не надо верить всему тому, что тебе говорят. Но опять же, не надо об этом спрашивать. Вы сами это спросили. Вам и сказали. Если вы изначально не хотите этого слышать, не надо это спрашивать. Ой. Так, что... У меня вон тетка, ей сказали, что она в определенный момент своей жизни разбогатеет. Она до сих пор лотереи играет. До сих пор. Столько денег уже потратила. Лотереи играет. А я знаю, что один раз я попробовала лотерею. Вот она мне и покупала тоже лотерею. Вот, думает. Один раз я прочитала, что никакой лотереи мне в жизни не прилетит. Что своим горбом. Я купила лотерейку как-то. Все, Сережа, Алена, давай ты заполни. То, все. Я купила лотерейку, попробовала, обломалась. А все сказала. Нет. Я лучше вон на работе заработаю, чем я их отдам. Я не играю. Бывает они вот, ну заполни, заполни. Люди такие существа, что они могут себе действительно запрограммировать. Поэтому я вон. У меня такие расклады там. Когда деньги тратить, когда не тратить. И во-первых, я сделала, мне вот просто стало интересно. Девчонки там ей писали, восхищение там высказывали. То, все. Думаю, ну напишу свою дату. Написала. Потом ваши комментарии. Думаю, ну блин, точно сделаю. Кто-то попросил, ну что давай, Алена, это самое. Точно сделаю. Ради интереса. Чисто любопытство движет мною. Кстати, сегодня Рождество православное. С Рождеством вас. И, наверное, тоже к утю сегодня буду говорить. Сережа, это у меня православный. Кто-то здесь пишет. Алена, может вам повенчаться? У нас давно споры насчет венчания. Сережа православный, он хочет в своей церкви. А там надо мне перекрещиваться. Он там что-то узнавал. И я говорю, я не хочу перекрещиваться, не буду этого делать. Давай, говорю, в нашу, в нашу ты можешь. Что не надо будет перекрещиваться. Он не хочет. Короче. Венчаться хочет? Ау, фу. В моей церкви не хочет. Хотя в моей церкви не будут перекрещивать. Как, например, меня. Расскажите, были ли ваши мкани или жизни мистиков. Мои полно хотелось бы услышать у вас. Да полно у меня было. И по жизни оно вот у меня идет. Такие вещи. Просто не всегда все рассказываю. Подумают, что дурочка. Было полно и началось это у меня еще с детства. Начала видеть каких-то людей. Я знаю, блин, без всяких предсказателей. Когда, Господи, спаси и сохрани, кто-то умрет. С детства вот это вот. Ну, женщины, они вообще, каждая женщина, по сути, ведьма. У них развито восьмое чувство. Они вот все чуют. Девочки, согласитесь, у вас тоже, наверное, этот. И вот это мне сказала. Просто это я подчищаю этот год. Все вот это вот рублю. Чтобы в следующий год зайти уже, действительно, там, забыв какие-то прошлые вещи. И будет счастливый год у меня. Следующий год. Во-первых, этот год, он для всех будет тяжелый. В общем. Вы же видите, что происходит. Ситуация не разрешается ни с чем. Видите, к чему катимся. Поэтому тут не надо предсказателем быть. А там и по-живому видим. Мне вот интересно. Сколько их всяких есть, вот. Смотришь. Наговорят, наговорят, а потом следишь за этим. Не, неправда. Я говорю, вот того человека я как-то попалась. Нашла. У него как раз были на Новый год предсказания на 21. И он все рассказал, как, что, полностью про другие страны, про свою страну. Ой, девочки. Таблеточки, бадики, витаминчики надо пить. Поэтому не думайте, что я запариваюсь насчет этого сильно. Вот она мне выслала календарь, когда деньги тратить, да? А я ведь настолько все забываю, что даже забуду это делать. Надо хоть посмотреть в этом месяцу. Ну, когда мне денежку тратить? Ой, блин, девочки. Ой, блин, девочки, аж теперь 14-го. А сегодня у нас... Сегодня у нас газ, так это у нас, получается, шестое же сегодня. Так, у Сережины и бабушки дата смерти шестое. Сейчас свечу надо зажечь. Сережа вчера готовил, ничего не убрала за собой. Ну, тут как бы что. Много хочу. Приготовь, а еще потом и убери. Еще не была, только умылась. Еще волосы не укладывала. Короче, девочки, вот такие вот дела. Не переживайте, все будут добрые. Не переживайте. Ой, блин. Не, ну там пишут некоторые, так, нормальненько все. А некоторые прям такие, это самое... Агрессоры, честно слово. А та там пишет вообще, закрой свой канал. Кто ты, воин? Кто ты? А я так прочитала, я думаю, блин, сейчас немедленно закрою. Немедленно закрою. А че нет? Вот обсуждаешь, типа, этот... Комментарии. Буду. Буду. Буду обсуждать. Мне дает это энергии. Силы мне дает. Вообще, когда я собачусь, мне дает это такой заряд энергии, девочки. А че вы думаете? Вот я вот так с хейтерами покричусь, покричусь и все. Зато дома у меня потом все спокойно. Все продумано. Закрой свой канал. Помните, был один такой мужчина, кто вот давно меня смотрит? Женщина, закрой свой канал. Где тут мужчина теперь? Нету. Нету мужчина. Потом еще кто-то там пишет. Ну, короче, тетки взрослые. Взрослые в возрасте тетки, да? И они вот говорят там, типа, там, А, в Бога надо верить. А не всякое, да? Ну, блин, если вы верующие, вы зачем вот заходите и пишете у меня каку? Это же нельзя делать. Не надо заходить вообще тогда. У меня же один негатив. Накачайтесь негативу. Че будет потом? Так. Что такое, когда застанешь лед? Это анекдот. Кошек я уважаю. Твез кошку в другой город и оставил на свалке среди бомжей. Без всяких средств существования. А она домой вернулась. Не орала, не угрожала. Заявления в полицию не писала. Не то, что теща. Вот зараза. Ой. Хотя было. Хотя было вот такое, например. У меня у тетки, она замуж вышла. Ему цыганка мужа нагадала. Он молодой еще был. Что он умрет в свой день рождения в 23 года, по-моему. Или в 21. Я не помню, девочки. И это. И действительно, у него был день рождения. За ним приехали мужики. Увезли его и убили. Умер в свой день рождения. Мужики. Зэки, блин, какие-то. Убийцы. Было и такое. Было и такое. Было и такие предсказания, что вроде бы хотелось бы, а нет. Так что, девочки, все нормальненько. Кто сильно суеверный и кто вот действительно все берет близко к сердцу, не надо это самое, ходить к таким людям. Не надо гадать. Это вообще грех. Вот такие раскладики делайте. По приколу же. Интересно. А потом посмотрим. Работает дудочка или не работает? Так что, можно спорить. Каждый придерживается свое мнение о том, что сколько реинкарнаций, сколько у души жизни. Телефон дурочка отключился почему-то. Я говорю, девочки, можно спорить. Кто-то верит, что нет никаких реинкарнаций, ничего. Кто-то, не знаю, там верит, что совсем по-другому. Я верю в такое, что определенное количество есть реинкарнаций, больше нет. Потом перерождается на другой уровень душа. Я могу об этом говорить, как я думаю, да? Но это не значит, что у кого-то так же. У всех по-другому. Я же не могу доказывать свою правоту. Я знаю, что, вернее, я для себя знаю, что у души есть несколько, то бишь, семь жизней на Земле. Потом она перерождается где-то на другую галактику. Кто-то называет Богом, кто-то Всевышним, кто-то космос называет это все. Но по сути это одно и то же. Называют люди и верят в разное. Кто-то называет Всевышним, кто-то Господь Бог, кто-то космос, кто-то Вселенная. Все думают по-разному. Нельзя заставить. Если я говорю вот так, что я верю в это, это не значит, что я заставляю вас в это верить, девочки. Май ты споку, но честное слово. Для меня, вот, например, что Вселенная, что Господь Бог, что Создатель, это одно и то же. Одно и то же. Я могу говорить другими словами, так это одно и то же. Я верю, например, что мы не одни во Вселенной. Что есть еще существы. Что есть планеты, есть еще какая-то жизнь. Я вот в это верю. Я не хочу, чтобы мы были во Вселенной одни вот такие придурки. Посмотрите, что с Землей делаем. Это же придурки. Я верю, что есть где-то разумнее существа. Может, меня и возьмут в следующую жизнь туда. А что? Все можно, а мне нет, что ли? Так, время пять. Опять двадцать пять. Сейчас съезжу на работку. Ну, не сейчас. К восьми. Потом мне нужно заехать будет в магазинчик. А вы знаете, что? У меня вот тыквочка есть, как-то покупала. Я вот думаю, кучусь один сделать. А Сережа немножко, потому что он не будет много кушать. И добавить вот эту тыковку, изюмчику, там каких-нибудь орешечков и вот эту тыковку добавить. Будет вкусно. Так что, девочки, еще раз вас всех с Рождеством Христом не болейте, будьте здоровы, не будьте такими мнительными. Самое главное, девочки, здоровы, будьте здоровы, у вас будет работа, у вас будут финансы и все остальное у вас будет. Это все зависит только от здоровья. Я никогда у Бога не просила денег. Никогда. Во-первых, это не от него идет, а во-вторых, глупо. Это, знаете, как анекдот был. Мужик просил, Господи, помоги мне лотерею выиграть, чтобы я выиграл миллион. И вот он ходит, Господи, да помоги мне миллион выиграть, да помоги мне миллион выиграть. Потом Господь ему уже говорит, сходи хотя бы лотерейку купи. Понимаете? Есть такие люди тоже. А мы работаем и потом получаем и тратим, и тратим. И вот даже она говорит, надо расставаться с деньгами спокойно, надо тратить деньги, понимаете? Чтобы они циркулировали, освежались, свеженькие были. Вот и полностью с ней согласна. Девочки, зачем его копить, копить, копить? Для чего? Потом ты, все тебе не стало, и потом начинают еще дети, внуки драться, там, делить эти деньги, скандалы. А так нету у тебя их, ты потратил, ты умер, и вот им. Никаких скандалов. Понимаете, опухла какая-то. И все, и все спокойненько, девочки. Все пучком.